Ящик потеряю ум. Сохрани имущество наше, Господи. Вступись за нас. Ибо власти безумствуют. Помоги нам, Господи. Ибо в Тебе мы находим силу и могущество. Ты наш Господь. И мы поклоняемся Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки, и по. Аминь. Распусти нас с миром, Господи. И еще здесь услышанное. Помоги нам уяснить, Господи. И быть не только слушателем, но и исполнителем Слове Своей. Благодарим Тебя за это тихое и мирное время. За эту возможность сникать Слово Твое Святое. И толкование Отцов в Церкви. Слава Тебе. Прими, Господи, наше моление. И воздеяние рук, как жертву пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши-ка молитвы тех, кто молится о нас во благо нам. Прими наши молитвы, о всех заповедующих молиться о них. Да будет все по Слову Твоему. Тебя за все хвала, слава, чести, поклонения. Отец, Сын и Святой Будь. Аминь. Говори, Господи. Слушай эту песню, слышь о Твоем. Аминь. 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 Братья, слава Христу. А вот видите, у нас вышли из группы Виталий Калиников. Хотя он зашел во время занятия и вышел. Потом, кто еще вышел? А, потом он покинул совсем беседу. Вот еще не закончили занятия, вот видно, а он уже покинул. Евгения Трапко тоже пригласила Наталью. Тоже вышел сразу же практически, вчера еще. Вчера пригласил, вчера вышел. Говорят, у него там куда-то он поехал. Так а при чем тут поехал? Он вышел. Если не было занятий, он вышел. А вопрос, Роман, вопрос такой. Вот не знаю, что с нашими братьями-то творится, если они выходят. Ссылаются на Игнатия Тихоновича, который пошутил, что у нас каникулы. Вот. Они посчитали, как старобрядцы, это за чистую монету все. Занятия-то продолжаются. Какие каникулы? И какие вообще каникулы могут быть у христиан? Ну. Как у меня папа. Он может быть что-то занят, а мы же не знаем. Как занят, если они зашли? Виталий, я зашел. Вышел. Я вас спрашиваю, почему ты вышел? Он мне ничего не отвечает. Роман, Евгений сегодня вообще не заходил. И в воскресенье он идет в Израиле туда, на Ильонский монастырь. А в монастыре ли литургия, она никак у нас в России. Она на выдохшем месте, и можно побеседовать. Не, я не про это говорю. Я говорю про то, что они вышли сразу. Он сможет сам подключиться, у него есть группа. Ну да, Роман, давайте это не будем осуждать. Ну что, мы это с разломеем. Я беспокоюсь очень. Я очень беспокоюсь. Я очень беспокоюсь за такое поведение братьев. Получается вывод, что они не желают просто изучать. Им это не надо. Они даже слышать об этом не хотят. Когда я им сказал, они начали ссылаться на то, что Игнатий Тихонович сказал, что у них каникулы. Ну спаси его, господи, Роман. Сергей Павлович, мой народ. У нас осталось прославление. Да. Я тут как раз приготовил вам песню прославления. Вот. Вот. Сегодня воскресенье, может, еще желает Господа прославить. Но только напоминаю, что нам надо микрофон отключить. Да, и пожалуйста, не сбрасывайте эти сообщения, потому что оно булькает и сбивание. Пожалуйста. Песня называется «Ты моя жизнь, мой щит». Но сборники я не могу сказать, есть ли оно, не в курсе. Слова такие, я зачитаю, чтобы вы поискали в сборнике. Как олени к воде весною, всей душой к тебе лечу. Ты один в сердце, ты достоин, и тебе я петь хочу. Как подснежник, улыбка светлая, я окутан одной мечтой. И надежды, восторг заветный, навсегда живу тобой. И припев такой. Ты один, моя жизнь, мой щит. В тебе одном дух мой воспалит. Ты один в сердце, ты достоин поклонения и молитв. Ну, может быть, даже предлагаю вам набрать в интернете. Она очень мелодичная, кстати, песня. Чтобы слова. Название «Ты моя жизнь, мой щит». А может быть, даже по ключевым первой строки. Как олени к воде весною. Вот тут я... Дело в том, что это я сам подбирал под гитару у баптистов. Слушал записи и подбирал. А вот где-то в сборниках я ее не находил. Слушал записи и подбирал. Слушал записи и подбирал. Слушал записи и подбирал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачем так мучаешь себя? Дима Торзок 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 Братья, не сбрасывайте старого общения, оно буркает, ну и сбивает, бах, бах, ну, вот непослушное, ну, спаси его, господи. Тебя плохо слышно, слова невозможно разобрать, гул гитары забивает, микрофон надо тебе хороший. А, да нет, кто у кого-то был включен микрофон? Вчера хорошо было слышно, замечательно. Микрофон и все. Вот ты помнишь, как это, кто читал «Сами небесные» и не начиналось прорываться? То есть включенные микрофоны, я даже прошу, чтобы выключали микрофоны, и оно же зачетка. И очень похоже, вот Роман Фроликов заметил, я с ним отчасти соглашусь, песни такие вот мы пели, он прям написал расслабленное пение, как песни поют хулиганы. Ну, не хулиганы, есть такие, знаете, блатные песни, что-то вот такое похожее очень. А-на-на-на-на-на-на-на-на-а. Понимаешь? Да, когда очень хорошо слышно. Да слава Богу. Да, слава Богу. Слова вроде хорошие через раз. Мелодия простая, обыкновенная. Ну, тогда надо переделывать, переделывать и аккорды. Это же аккорды, то есть, это не моя тема. Это она, то есть была, она есть, и аккорды всех книжей. Готовая ты уже песню взял, да, эту? Ну, да. Это песня из сборника, 2133. Мы подпевали ее. Маласы, спасибо Господи. И вас, и всех ваших сродников. Аминь. Хотелось бы вас вот тоже услышать, когда вы подпевали, потому что что-то странное было какое-то напевание. Нет, нет, я просто случайно этот оставил микрофон. Ну, вот сейчас, давайте сейчас просто так этот, ну, немножко, чтобы поняли. Ну, то есть уже сделал, играл уже, выключали все хорошо, ну, вот как у Виктора, было все хорошо, были выключены микрофоны. Ну, вчера было хорошо слышно, замечательно у вас. И мотив у вас был хороший, такой строгий, такой, как сказать, сдержанный, отмечательный. А сегодня какой-то как расслабленный вообще. Причем тут микрофон? Оно вот само, вот пение, мелодия какая-то какой-то вообще. Наигрыш какой-то, хулиганский. Ну, это проблема не какая-то, кто ее написал, создал. Ну, а зачем это нужно? Само же ассоциации такие, вот эти все вот. А вы и даже поете его расслабленный. Какой же христианин расслабленный. Ну, если будет, допустим, о Христе говорить такой вот, какой-то, ну, это, такой вот расслабленный. Да нет, ты ошибаешься. Не пел я его расслабленный, а наоборот напряженный. И что это, когда вы сюда желаете? Ну, видите, Сергей говорит, я говорю. Что? Было? Вот, давайте сейчас вот Валентину, я не знаю, хорошо слышно. Вы можете еще раз сыграть, а Валентина будет петь. Да, здравствуйте. Когда два микрофона, ничего не слыхать. Все, будет сломать, надо будет плохо. Да. Просто... Вот вы даже разговариваете, у вас такое вот... А вот когда вчера пели, я еще так удивился, хотел сказать. Вы пели вчера совсем не так, как разговариваете. Вы пели, как будто, как вот по-русски, чисто артист такой. И с таким, без всяких вот говоров таких вот, растягиваний, да? А, ну, вообще, это, просто ночью, я еще не спал бы с них в горах. Может, это... Нет, я хочу сказать, что вчера вот вы когда пели, вы так же разговаривали, как сейчас. Но когда пели, у вас совсем другое пение было. Как будто, я сейчас понял, как будто вы не вы, что ли, поете. Я не понял. Вообще, другой человек со всем пел. Роман, это ты? Это Роман или нет? Да, это Роман. А, Господи помню, Роман, а ты вечно что-то не так. Почему ты не так? Я говорю, так, вчера было, все так. Прям, я удивился, ничего себе, как будто вообще другой человек поет. Так чисто, звонко, так строго. Ну, прости. Вот. Я не подумал, думаю, вы не вы поете. Не, не, это я сейчас думаю, вы не вы. А вчера я подумал, о, как хорошо вы поете-то. Вообще, не так, как говорите. У вас вот такой вот гор, немножко растянутый. И поете, вот, оказывается, сейчас вот перед уже так же раздягиваете как будто слова. Кто-то... Ну, гор, то ладно. Кто-то мне хотел спросить что-то. Валентина, ты хотела спросить что-то, нет? Да нет, я не хотела спрашивать, мне понравилось. Нет, не по песне. Еще перед тем, как Витя молился, кто-то говорит, Сергей Павлович, у меня вопрос. Наверное, Юлия Субутина, наверное, вышла. А, нет, нет, не было. А это была, наверное, Ольга, она хотела Виктору что-то задать, какой-то вопрос. Я так поняла. Ольга, сестра у Виктора Николаевича. Ну, она говорит, Сергея Павловича, у меня вопрос, и Витя не расслышал, а я... Да, Ольга, да, Ольга, к Сергею Павловичу... Что-то обратилась, да? Да, она обращалась, Ольга, а кому я не поняла, к вам, Ольга, не знаю, или к вам, или к Виктору... Сергея Павловича сейчас вспомнила, да? Да, 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 она спрашивала, но она вышла... Я сейчас тогда с ней свяжусь тогда, что она... Так, а, это... Что-то было Ольга, она услышала, что... Это, по... Это, Наталья и Валентина, пока вы здесь. Вопрос по... По деньгам для дробот семьи, там, что-то как-то решился, нет? Галя Загляева... Она... Вот эта женщина... Махина? Марина. Она написала мне на WhatsApp, я ей скинула этот, как его, свой номер банка своего, но я еще не смотрела, я еще не смотрела это, свою конту, ну, это банковский счет, что нет. Она мне ничего не... А в ответ ничего не написала, выслала она, не выслала, то есть мне она ничего не слышала. Галя говорила, что она боится, что переплата за счетовый перевод, ну, как, ой, за перевод, что она не хочет переплачивать. А у вас там бесплатный перевод, у нас-то вообще комиссию не берут, если... Вечерия на карту она бесплатна, если из банка в банк, посольство или на фирму куда-то, то берется только 5... А то она, Галя писала, что она хотела вроде как наличные... Если она будет делать перевод в Эйстер-Люнин или какой-то другой компании, то за 100 евро платит 15 евро, за 150 платишь 18 евро. Ну, для Германии это вообще гроши, можно сказать, то есть перевести деньги. Понятно. Да нет, это не гроши, в общем-то для нас хорошая сумма 18 евро. Ну, я согласна перевести эти деньги, но я привезу только седьмого часа. Да, Валентина, еще ты согласна для Натальи книги увезти или как-то будем... Мне везти их в Потеряевку или нет? Для Натальи... Саша, да. Она же что, должна вас отсюда в Потеряевку их везти? Да почему? Я дарю Натальи усатые книги и она... А сколько там книг, Сергей? Я тебе написал сколько надо, столько и дам. Вот поэтому я и спрашиваю Валентина, сколько ты увезешь, возьмешь ли ты вообще, она возьмется для тебя. Я не знаю, какой это будет груз, потому что за перегруз надо платить. Да, да, надо платить. Я попробую, у нас летит много человек, я же вот Новые Заветы вот эти, что вы мне давали, я привозила, мне внуки везли. Ну, я буду посмотреть, посмотреть, короче. Буду посмотреть. Ага. Мы в Парнаулике встретимся, я буду там. Когда? Я поеду седьмого июля и сколько килограммов мне... или мне везти в Потеряевку или нет? А почему потеряевку-то? А потому что... Я в Парнаули буду... А, вы в Потеряевку не поедете? Я в Потеряевку не знаю, поеду или нет, потому что у меня очень вкуткий срок пребывания там. И я не знаю, как там будет погода и прочее, я поэтому не обещаю. Я-то хочу седьмого уехать до первого сентября. Поэтому меня в Парнауле не будет. И книги у меня никто здесь, если кому-то поручить только. А это вот, если мама привезет, то потом деньги, то она может там в Парнаульской общине кому-то передать? Есть там какие-то люди... Да, Татьяна Кузьминична или та же Галя Загуляева. Ну, а Галя будет тоже в Потеряевке. Потеряевка, и она должна быть. Тоже поедет. Наверное, Муха, наверное, тоже может. Наверное, Муха может. Галя может быть в Потеряевке. Ну, Господи, потому что мы и от Тебя тоже хотели что-то дать, потому что там будет сумма. Вот, если вы будете в субботу-воскресенье вообще, на Ползунова 6 завезли, отдали батюшке или там Виктору Андреевичу, кому угодно. Я в воскресенье прилетаю. Ну, будет еще следующая суббота-воскресенье. Я обязательно в богослужении буду там. Какое воскресенье? Вы вот в этом прилетаете, естественно? Нет, на седьмого и восьмого я не смогу, потому что я прилетаю только восьмого. Это уже будет поздно, не смогу попасть. А уже через неделю, там какое будет уже через неделю? Пятнадцатая. Пятнадцатая, наверное. Четырнадцатая, пятнадцатая, где-то там. Да, там я буду и на вечерней, и на литургии. Барнауле? Да, даже если батюшки не будет, вы же собираетесь всегда. Тогда я книги оставлю в храме для Натальи. Напиши мне только максимум, сколько килограмм. И деньги передашь тогда там. Самому Ване и передашь, он скорее всего. Он сегодня был на службе. А, ну то есть можно и ребятишкам передать. Не через Дарю. Там они учет никакой не ведут, да? Ну, короче, я там разберусь. Там разберешься. Через Виктора Андреевича или там... Да, ничего не пропадет. Не переживайте. Мне интересует, значит, килограмм. Количество килограммов. Сколько вы можете? Там 10, 15, 20, 40, 100, 200, 300 тонн. Ого! А, 20 килограмм? Бля. Я хотела... Я шучу, Твирус, да. Хотела красные, новые заветы взять. Красные ванки. Если я их до 15-го не раздам, а я их не раздам, потому что помощников нету никого. Один я остался, как в Писании написано, и души мои ищут. Я два воскресенья один раздавал, Евангелие. Сегодня вот одна сестра согласилась. Две вернее. Вот. Так вот, четыре пачки раздали. А так я каждое воскресенье один раздаю. Вот. Володя Пащенко уехал, Никита уехал. Игорь Дыбунов болеет колени у него. Болят, страдает брат чревоугодием. Молитесь, никак не может похудеть. Отсюда и болячки все. И продолжает осуждать пузатых священников. При этом он понимает, что Господь его за это наказал. Кто сегодня опять продолжает этих пузатых попробовать костерить? Он говорит, что костерил пузатых попов, пока у самого пуза не выросло. Ха-ха-ха. А сам даже сидит, не молиться не может, не потеет, ничего с собой поделать не может. И я такой, от него недалеко ушел тоже пуза никак не может. И есть какое-то препятствие. У меня тоже такая же беда. Пуздать, давайте. Друг за дружку молиться будем. Можешь как-то. Да, ну давайте. Я бы, я бы... Я бы... Да. Свет... Я бы хотела спросить, у меня вот будет крещение у детей, полным погружением. Я здесь и нашла батюшку, поэтому я не поеду в Потеряевку. Ага. А можно крестность записывать заочно, если они не могут присутствовать? Вот что, Наташа, не знаю, то не знаю. А с батюшкой этот вопрос решишь, он не так уж важный. Ну а детей... Для меня нет, а вот для детей как? Должен же быть крестный. Там же записывают кого-то, это самое. Свидетельство. А кого ты хочешь крестным-то? Я не знаю. Вот у меня сын Захарий, я бы вас хотела. Ну а девочек Валентину, Сартисону, Екатерину. А как мы будем их воспитывать, твоих детей? Это может далеко не... Так я же их буду воспитывать, они же у меня воспитаны. У меня есть книги ваши, вот, и сегодня читали тоже. Вот. Можно сбоку машину куплю, сделаю права, буду приезжать. У меня вот дочь Катя, у нее все-все обморвнули мои, все крестные. Она всех, от всех не оброзная. А толку никому дать не могу. Вот. Ну, вот что в семье, когда муж язычник, а жена верующая, совсем по-другому. То есть, это не русский, наоборот. У меня в этом плане... Все мужья, у нас у всех мужья неверующие. И язычники тоже, можно сказать. То неверующие, а то язычник. Все-таки мусульманин, у него какая-то совесть есть. И даже если говоришь неправильно, он все равно там погневается, раздражается. Но понимаешь, это неправильно, наоборот. Я смотрю, через какое-то время он, наоборот, как-то расположенно относится. Он к тебе расположенно начинает относиться, когда ты начнешь его слушаться. Покорно перед ним станешь. Вот так. Но я покорная во свете Библии. Когда ты, когда он увидит в тебе христианку, вот, тебе добрые плоды. Чего, он до сих пор не увидел? Наталья, я так поняла, что ты по деревку уже не едешь. Нет, я нашла тут священника, договорилась ему. Он даже сам мне предложил, говорит, а вы не крещеная. Говорит, давайте мы восполним ваше погружение и детей тоже. Ну, я поговорила, объяснила, он сам мне предложил, все сказала, бесплатно. Ну, слава богу. Хорошо, тебе не мотаться. Ну, теперь вопрос, надо с книгами решать, конечно. И там же приход есть хороший, большой, и я там могу раздать книги, визитки, вот, это самое. Ну, визитки. Наташа, вы и визитки? Да, да, у него с ним я разговаривала. Это священник Дмитрий. Хороший священник. А и визитки, Сергей, тоже можно приготовить. У меня есть, ну, они для меня, а для Натальи. Визитки, да, и там, ну, не нужны. Визитки на Ползунова, спросите там у кого, где визитки, они вот где, входите сразу налево, там возьмете сколько надо. Ну, по совести. Там у него какие-то книги есть уже, несколько штук, их уже не надо брать. Вот, всех надо брать, тех, которых нету. И вот, вот скажи, я ей просила, говорю, Наташа, ты в первую очередь спроси, скажи, какие тебе нужны самые-самые первые книги, я, может быть, несколько штук привезу. Ну, мне нужен вот это вот, как вам, 18-й том про мусульмансов, противосектанские. Напишешь все, а то я так не допустим. Пиши сюда, группы. Есть такие, есть противосектанские, вот, это, вот, мусульман, с мусульманами очень, у меня очень много вообще. Они вот, это, там, все книги без исключения, все хорошие. Ну, да, они все хорошие, но все, конечно, это самое. Ну, как побежишь, они же тяжелый груз, и... Я, может, здесь я заплачу за все? Я сама их возила в несколько приемов, лет пять, наверное. Сейчас груз большой не разрешает самолетам. Ну, кажется, я самолет и с собой только 18 килограмм, и с билетом, я знаю, что 36 килограмм. И если больше, то переплачиваешь, и это дорого. Три килограмма у нас, так, наше объявление ведет. Ну, вот, так. Ну, короче, задачу я поняла, будем решать. Да, мне, да... Чем быстрее, тем лучше напишите количество килограмм, и какие книги нужно. Сколько вы возьмете максимум? Например, 15 книг, и такие-то там с первой по пятнадцатой тонну, или там трехтонник, вот это мне... Ой, Сергей, обязательно, я хочу четверо...